Корсет основа Корсет основа Поверх него, поверх кружев, вернее, пришиты накладные цветы и в серединку цветочков еще пришиты бусины. Накладные цветы, листья, это накладные элементы. Сегодня их называют 3D элементами. Также кружевной вариант. Драпировки. Комбинированный вариант содержит и драпировки, и кружева. Вот также драпировки и кружева в качестве декора использованы на этом корсете. Этот корсет одна из моих работ. Только драпировки, при том частично. Частично гладкий корсет остается основа. Вот эту основу также можно, например, закрыть кружевами. Аппликация из кружев. Вышивка. Машинная вышивка. По линии оформления верха. Хочу классифицировать корсеты. Сейчас перед вами корсет с горизонтальной линией верха. Также эту линию верха называют ровной, прямой и иногда королева Анна. В англоязычной версии королева Анна это другой корсет с другой линией верха. Ну а в русскоязычной я вам перечистила горизонтальная линия верха, ровная, прямая и королева Анна. Сердцевидный вырез. Сердцевидное оформление линии верха. Это оформление линии верха также называют сердцевидным вырезом, но я его в процессе курса буду называть вырезом лодочка. Я и обучалась, изучая его и использовали такой же термин лодочка, потому что он все-таки отличается по центру от первоначального выреза сердечка. Нет вот этого острия по центру, это острие сглаживается и немножечко иначе строится. Поэтому все-таки для того, чтобы мы с вами могли друг друга лучше понимать, я буду называть этот вырез в процессе этого курса вырез лодочка. А в свадебных салонах, в русском и в английском языке это вырез сердечко или сердцевидный вырез. Для того, чтобы вы понимали и были грамотными специалистами и не удивлялись, встречая разные термины. В-образный вырез со вставкой. В-образный вырез. Фантазийный корсет, то есть линия верха, вот так подобное ему оформление называется фэнтези или фантази. Корсеты могут быть без линии плеча. Могут содержать различного вида бретели. Или могут содержать кокетки с различными вырезами. Вырез, который вы видите сейчас, то есть оформление верха, которое сейчас изображено на данном фото, называется в русскоязычной версии, в русском языке, называется кореобразным вырезом. Возможно, есть и другие названия, но мне известно только это. В англоязычной же версии это Queen Anne, то есть королева Анна, та самая королева Анна, о которой я говорила. Первая классификация. Даже не одна группа классификаций, я думаю, понятно. Также корсеты могут быть отрезными под грудью или с отрезной чашкой, или не иметь никакого горизонтального сечения, а иметь только лишь вертикальные рельефы. Вот именно в первую очередь построением таких рельефов и таких корсетов мы с вами и займемся. Еще раз покажу, что такое рельеф. Вот я сейчас наложу красным цветом. То есть они заполняют внутреннее содержание корсета. Полностью наполняется корсет. Вот именно по строению таких корсетов мы сейчас и перейдем. Также к таким корсетам можно выкроить отдельные бретели, как я уже показывала, и различные вырезы лодочка. То есть кокетки с вырезом лодочкой по переду с рукавом любой длины. Ну, в общем, обо всем по порядку.